Барфоломей I Барфоломей I в миру Димитриус Архандонис был избран предстоятелем Хостединопольской церкви в 1991 году в возрасте 61 года. С первых шагов в церковной иерархии, всеми словами и делами Вселенский Патриарх демонстрирует исключительное рвение довершить начатое своими соратниками и учителями, открытыми масонами, членами Великой Ложи Греции, Милетием Митаксакисом и Афиногором. А именно, реформировать и максимально исказить православное вероучение. Лучшие друзья, а точнее приказчики варфоломей, это американские радикальные политики неоконсерваторов во главе с вице-президентом США Джо Байденом. Разумеется, Константинопольская патриархия получает прямое финансирование из звездно-полосатого Госдепартамента и правительства. Количество прихожан греческого квартала Фанар в Стамбуле, всего несколько десятков человек, основная пастовая Фоломея находится за океаном, и действует он как полноценный агент влияния над национальной теневой элитой, засланный в православную церковь. В начале 20 века вселенский патриарх Милетий подхватил, начатое масонами и протестантами, экуменическое движение в православии. Он заложил предпосылки для проведения так называемого Всеправославного собора. Позднее патриарх Афиногур самовольно снял анафему с рима католиков, перестал называть их еретиками. И ныне Варфоломей, являющийся такой же марионеткой в руках западных пухловодов, стремится окончательно объединить всех братьев по кресте, в то время как в дружественном и братском невероятекании уже готова всемирная молитвенная сеть папы римского, которая призвана собрать воедино все исповедуемые на землю рима. Высшее религиозное образование Варфоломей получал в Риме, в Папском восточном институте. Там, под руководством католического ордена инзуитов, активно идет подготовка священников-куниатов, тайных и явных католиков. Завоевав расположение Ватикана и став почетным гостем Второго Ватиканского собора, Варфоломей продолжил обучение в Экуменическом институте в Бассе, в Швейцарии. Это учебное заведение появилось на свет по инициативе генсекретаря Всемирного Совета Церквей и было построено на деньги фонда Рокфеллера. 30 ноября 1969 года на литургии на фонаре в присутствии делегации из Ватикана, когда еще молодой архемагрит Варфоломей торжественно пообещал, Объединение Церквей не будет являться исключительно нашим делом, поэтому мы не столкнемся ни с какими трудностями. Объединение станет даром Христовым, результатом его воли и молитвы. Потому-то сегодня в Патриаршем Краме вместе молятся Римы, католики и православные. В 1975 году митрополит Варфоломей становится зампредседателем Всемирного Совета Церквей. Заседания ВСЦ традиционно заканчивались всеобщими молитвами, больше напоминавшими шабаш. Помимо именующих себя христианами, там на равных правах в качестве почетных гостей могли выступать и шаманы-язычники, и какие-нибудь туземцы. Но в день собственной интернизации, как вселенского патриарха, Варфоломею удалось переплюнуть самого себя. Тогда в его речи прозвучали слова «Нам необходимо устанавливать диалог и с представителями нехристианских религий. Я продолжу деятельность своих предшественников на этом поприще». В 1993 году Варфоломей посетил лютеранскую общину в Швеции, которая первой в Европе стала руководить павторов женщин. Он принял участие в совместном богослужении с представителями различных конфессий, а затем в посложившейся доброй для себя традиции. Зачитал вместе с ними символы веры и поградался. Но главной темой в религиозных воззрениях патриарха Варфоломея остается трепетная любовь к римским папам и частые молитвенные стояния с ними. Вот лишь несколько выпиющих примеров попрания православной веры, которые никак нельзя обойти стороной, 26 ноября 2006 года в соборе Святого Георгия в Стамбуле произошло совместное богослужение патриарха Варфоломея и папы римского Бенедикта XVI и поминание на службе имени папы римского первым чином, то есть официальное признание главенства Ватикана над Вселенской Патриархией. 29 июня 2008 года в Ватикане патриарх Варфоломея и папы римский Бенедикт зачитали единый символ веры и приняли участие в совместном богослужении. 19 марта 2013 года православный мир не созрел братские поцелуи патриарха Варфоломея и папы римского Франциска на церемонии интронизации понтифика в Ватикане. В своих попытках первенствовать православие не по чести, а по реальной власти Варфоломей комично подавляется тем же римским папам. Чего только стоит его бурная деструктивная деятельность на канонической территории Русской Православной Церкви. За последние десяток лет он успел съездить в гости или принять в свои резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, экс-президента Украины Виктора Ющенко и нынешнего лидера Майданной власти Петра Порошенко, Основная тема их бесед не всегда афишировалась, зато прекрасно угадывалась создание в этих государствах автокефальных, независимых от Москвы поместных церквей. Это полностью соответствует целям Запада разрушить тысячелетнюю духовную связь Малой, Белой и Великой Руси как единого религиозного пространства православной Святой Руси. Основой и главным созвучим звеном этого пространства является Россия. При этом Вселенский Патриарх не забывает постоянно нахваливать Америку и проводимую ей политику. В 2009 году он заявил местным сенаторам, что путешествует по миру как посланник США, поддерживающий их идеологию и освещающий ее авторитетом двухтысячелетней церкви. Русофоба Джо Байдена он считает трудягой, несущим бреем не только для прекрасной американской нации, но и всего мира. В статьях Варфоломея последовательно обосновывается величие США как воплощение всего самого передового и прогрессивного в мире, обусловленного их богоизбранностью, социально-политическим и экономическим и религиозным устройством. Для многих мыслителей это прозвучит как полный бред, но он считает именно Америку, а не Россию, полноправной преемницей Византийской империи. Эта сыгранная команда совместными усилиями приближает мир к состоянию, подробно описанному в Откровении Иоанна Богослова. А с точки зрения геополитики все вполне понятно. Сильным миром сего необходимо создать единое пространство экономической, политической и религиозной власти для тотального контроля над населением и ресурсами земли. И вселенский патриарх тут как нельзя кстати. Для России же деятельность Варфоломея особенно разрушительна, так как основная задача его модернистских реформ выставить маргиналами всех поборников и чистоты православия, защитников истины, и тем самым разрушить единство русской православной церкви. В политическом плане религиозный раскол несет серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны. К большому сожалению, многое из задуманного Вселенским патриархом и его хозяевами успешно реализуется прямо сейчас. А почему мы не погрешим против истины, назвав Варфоломея опасным матерым волком в ловещей шкуре православия.